Доброе утро! Вот наконец-то, наконец-то наступило вот это прекрасное утро. Мы находимся вот в таком вот трейлере и, по всей видимости, мы займемся наконец-то тем, ради чего состоялось наше путешествие. Шучу, конечно. Смотрите, какая киса местная. Все любят кис. А у меня аллергия. Вот так мы завтрякаем у трейлера. Буррито. Да? Эй, блохастая, не надо. У меня аллергия просто на кошек. Кстати, по поводу животных, вот мы вот сейчас находимся в ранчо таком. Ну, это типа деревня, и собак вообще не слышно. У американцев вообще не принято. В том же Лос-Анджелесе, когда мы были, там очень много частных домов, собак практически не было, да вообще не было слышно собак. Вот, то есть везде маленькие и невысокие заборы и никаких собак. Правда, написано везде, что это частная территория, и в случае чего, возможно, тебе выстрелят просто в голову. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы приехали в Канел-Антилопа. Несмотря на то, что многие не рекомендовали сюда ехать, потому что здесь очень много народу, и, по сути, тебе надо все быстро-быстро-быстро-быстро пройти. Мы сюда приехали, потому что, ну, тут все-таки красиво. Вот как-то так, такая очередь. Снимать GoPro нельзя. Обязательно надо взять с собой шляпу. Вот я буду в такой дурацкой кепочке за 3 доллара, но я работаю в такой салоне на шикарной шляпе. Так что сейчас пойдем посмотрим, что там подготовила на Банцилопа. Ну, в общем, вот мы и находимся в каньоне Антилопа. Вот он, например, так выглядит. Тут очень узкие тропинки, по которым надо двигаться осторожно. Вот. Много людей. То есть низкоечаимый поток людей. Все хотят сфотографироваться. Вот. Ну, да. Завораживает. Мы как раз приехали в то время, когда лучи падают, как надо падать. Название каньон получил из-за сходства цвета своих красных стен с цветом шкуры Антилопы. Вы наверняка часто видели его фотографии, например, как обои для телефона и компьютеров. Это именно тот случай, когда объект выглядит лучше на фото, нежели в реальности. Экскурсия занимает около получаса, и гид вас буквально подгоняет и не дает остановиться и насладиться всей красотой. Все в торопях. Быстро смотрим, быстро фотографируем, быстро, быстро, быстро. Короче говоря, если вдруг соберетесь сюда приехать, лучшее время для посещения с 10 утра до 11. Экскурсионные группы формируются на месте. Тут же можно приобрести билеты. Стоимость от 50 до 100 долларов. И, конечно же, нужно быть предельно внимательным и осторожным при посещении каньона. Тут легко встретить ядовитых змей и пауков. А если ваш визит совпал с сезоном дождей, то тут могут случаться наводнения. При самом малейшем подозрении на грозу или дождь, экскурсия будет отменена. Ведь тут были и трагические случаи, один из которых произошел в 97 году. Во время наводнения в бурный поток попало 12 туристов. Погибли все, кроме одного человека, экскурсовода группы. Но если соблюдать все правила техники безопасности, то, уверяю вас, бояться нечего. В принципе, экскурсия в каньоне Антилопы мне понравилась. Вот. Несмотря на то, что много людей, но прям фотки реально красивые. Вот. И фотки, и виды красивые. В общем, очень классно, очень круто. Так что, если вдруг когда-нибудь вы окажетесь в Аризоне, обязательно посетите каньон Антилопы. Вот. Это того стоит. А мы едем дальше. И следующая наша остановка – город Пейдж. В общем, мы заехали в городок Пейдж. Такой небольшой городок. Особо ничем не примечательен. Просто он находится поблизи примечательств. Тут очень много церквей. Просто через каждую... Церковь на церкви стоит. На одной улице, и они просто... Вся улица в церквях. Пейдж – небольшой городок, в котором проживает чуть более 7 тысяч человек. Третий из которых – индейцы. Все здания, которые мы сейчас проезжаем – церкви. Тут сразу вспоминается национальный девиз США. In God we trust. Что в переводе означает – в Бога мы веруем. Кстати, этот девиз вы можете увидеть на всех долларовых купюрах. К слову, в Пейджу доллары любят не меньше, чем в других частях Америки. Цены на жилье тут высокие. И бронировать их лучше заранее. В городе огромное количество кафе и ресторанов. Тут же огромное количество туристов. Так как город находится среди живописных мест, в которые мы направляемся. И, значит, вот мы решили покушать вот такой вот штучки. Мексиканские опять же. Мексиканские же, да? Сейчас попробуем, что тут у них такое. Вот, кстати, мы добрались до подковы. Вот она такая выглядит. Очень-очень красиво, очень красиво. Вот, если посмотреть. Вот сверху чуть-чуть. Вообще завораживает, конечно. С двух сторон речка течет, то есть огибает вот эту скалу. Соответственно, получено название подковы. У людей, кстати, у многих тут сразу видно, что что-то самое сохранение отсутствует. По поводу туристов. Ну, в основном это китайцы, конечно. Очень много немцев. Прям очень много немцев. Русских почти нет. Буквально в Лос-Анджелесе было очень много русских. В Вегасе почти не видели там ни... Одну парочку видели случайно в магазине. Все. В основном все американцы, китайцы, ну и проще. Со всеми далеко от Антилопы находится Глендамбо. Вот мы тут уже приехали, посмотрели. В принципе, очень-очень-очень красиво. Ну, как и обычно все. Вот, можете посмотреть. По-моему, вы восхитительны. Да? Да. Ну, в общем, все спрашивают на самом деле, как мы получили визу. Как получил я. Заполнил анкету, прошел собеседование в Риге, заплатил там что-то около 100 долларов, 120 долларов. И пришел на собеседование в Риге. Значит, собеседование заняло 5 минут. Задавали вопросы по анкете, ничего сложного, разговаривали на русском. Все очень просто. То есть, было бы желание, делайте, ребята, визу, дерзайте. Пока вы молоды, а если вы не молоды, тоже дерзайте. А почему нет? Вот такие вот пироги. В зоне национального парка мы заехали на пляж, так называемый. Вот тут местные американцы ставят такие вот палаточки, свои трейлеры. И, в принципе, зависают пару дней. Ну, как вы понимаете, шашлыки никто не жарит. Разве что может быть барбекю, правда, я так и даже и не вижу. Ну, под ногами чистота, под ногами чистота. Кукурузу вареную не продают. Ну, в принципе, так чистенько, красиво. А вот сам вид на пляж. Там вот катерок катает. Ну и, конечно же, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-все-все-все-все-все холмы там. И вся красота. Я подумал, а почему бы не искупаться? Ну, кто мешает? Так что пойду купаться. День подошел к концу. Мы в Аризоне. Уехали со штата Юта. И поедем в город Флагстов. До него ехать два часа. В принципе, Флагстов ничем не примечательный. Там тоже есть пару парков. Но мы там тоже переночуем. И потом с утра поедем в Гранд Каньон. А по поводу визы, кстати, забыл добавить. У Туяры была виза. Она продлила просто не выходя из дома. Заплатим деньги. И все. То есть официально все, естественно. Платишь деньги, продлеваешь еще на три года. Вот. Даже не надо проходить собеседование. Вот. А если кому-то нужна будет какие-то консультации или помощь, обращайтесь. Все за ваши деньги, пожалуйста. Ради Бога. Ты не был в Америке, если ты не был в Волмарт. Туяра? Да. Сейчас мы наберем кучу жратвы. Дешманской. Нормально, нормально. Аплодисменты. Приехали. Продолжение следует.